Умягчение воды важнейшая задача бытовой водоочистки. Жесткая вода, вода с высоким содержанием кальция и магния, имеет низкие потребительские свойства в качестве питьевой. На ней плохо готовить, заваривать чай и кофе. Но еще хуже, она подходит для хозяйственно-бытовых целей. Жесткая вода образует накид, оставляет налет на сантехнике, выводит из строя водонагревательные приборы. Кроме того, жесткая вода требует повышенного расхода моющих средств как при стирке, так и в душе. В жесткой воде пенообразование плохое. Это происходит потому, что кальций связывается с моющим средством и образует нерастворимое соединение. Жесткая вода плохо сказывается на состоянии волос и кожи. Умягчение воды позволяет сократить расходы на нагревание аж на 30%, а расход моющих средств на стирку, на душ аж в три раза. И это не говоря о косметических и эстетических плюсах. Для умягчения воды используют ионный обмен. Специальный полимер, ионобменная смола, забирает из воды ионы кальция, а отдает воду ионы натрия, то есть обменивает одни ионы на другие. Этот процесс не бесконечен. После того, как емкость смолы заканчивается, ее надо регенерировать. Для этого смолу промывают насыщенным раствором поваренной соли, хлорида натрия. Смола насыщается ионами натрия, а ионы кальция смываются с нее в канализацию. Другая задача водоподготовки – удаление железа и марганца. Железо встречается в воде в двух состояниях – двухвалентом и трехвалентом. Соли двухвалентного железа растворимы в воде и бесцветны, но, окисляясь кислородом воздуха, железо переходит в трехвалентное состояние и выпадает в виде рыжего осадка гидроокиса. Это часто можно наблюдать в воде из скважины. Поступающая с глубины прозрачная бесцветная вода на воздухе превращается в желтую и мутную. Для обезжелезивания используют специальный фильтр, в которых железо сначала окисляется и превращается в гидроокись, а потом отфильтровывается на специальных каталитических загрузках. Двухвалентное железо можно было бы удалить из воды и по ее наобменному механизму, как соли жесткости. Но обычные умягчители устроены таким образом, что железо окисляется внутри них и быстро выводит из строя ее на обменную смолу. В результате можно работать лишь с малыми концентрациями железа до 1-2 миллиграммов на литр или часто менять смолу. Если вода жесткая и при этом содержит много железа, используют два типа фильтров. Сначала воду обезжелезивают, а потом умягчают, так как высокое содержание железа может вывести из строя ее на обменную смолу. Но существуют системы, способные справиться с обеими этими проблемами одновременно. Waterboss 400 самый компактный автоматический умягчитель и обезжелезиватель в одном флаконе. Он может умягчать воду с жесткостью до 12 миллиграммов эквивалент на литр и содержанием двухвалентного железа и маргатца до 3 миллиграммов на литр. Производительность Waterboss 400 20 литров в минуту. Этого вполне достаточно, чтобы, например, одновременно работал душ в ванной и кран на кухне. Благодаря минимальным габаритам Waterboss 400 идеально подходит для городской квартиры или сезонного использования на даче. Его с легкостью можно демонтировать и увезти с собой в город, где использовать в зимний период. Кроме того, выпускается модель Waterboss 400P, которая умеет удалять из воды сероводород. Waterboss 400 состоит из корпуса, прочного бака с ионообменной смолой, управляющего клапана, распределяющего потоки воды, электродвигателя, приводящего в действие клапан, программируемого электронного блока, управляющего двигателем и устройство для подачи солевого раствора. В верхней части бака находится песчаный самопромывной предфильтр. В электронный блок вводятся данные анализа, текущее время и предпочтительное время регенерации. Процессор рассчитывает количество литров, которые систему может умягчить до регенерации. В пространстве между корпусом и баком засыпается таблетированная соль и наливается вода для приготовления раствора. Счетчик воды отсчитывает литры, электронный блок рассчитывает среднесуточное потребление воды и, когда ресурс смолы подходит к концу, запускает регенерацию. Процессор отдает команду электродвигателю, тот приводит в действие управляющий клапан. Смола промывается солевым раствором и чистой водой. На последней стадии регенерации происходит долив воды в солевой бак. Система снова готова к работе. Умягчение воды – процесс затратный. Эффективность системы определяется тем, насколько экономично она расходует соль и воду во время регенерации. Ватербосс 400 ионообменная смола плотно уложена между двумя сетками с размером ячеек 100 микрон. Это позволяет, во-первых, использовать мелкодисперсную ионообменную смолу с большей поверхностью контакта, а во-вторых, проводить регенерацию противотоком. Во время фильтрации вода идет сверху вниз, а во время регенерации солевой поток снизу вверх. Это позволяет значительно снизить расходы воды и соли на регенерацию. Ватербосс 400 тратит на регенерацию всего один килограмм соли и всего 50 литров воды. Это особенно важно при небольшом дебете скважины или колодца и ограниченном объеме канализации. Для подключения умягчителя используют схему с байпасом. Это позволяет при необходимости пользоваться водой во время сервисного обслуживания. Перед умягчителем рекомендуется установить предфильтр для дополнительной защиты. Подводящие трубки 3,25 дюйма, шланг для подключения к канализации, блок питания, все входит в комплект фильтра. Подключим систему к водопроводу, канализации и электросети. Введем данные анализа воды, текущее время и желаемое время регенерации в контроллер. Засыпьте в умягчитель соль и залейте в солевой танк 6 литров воды. Запустите регенерацию. После первой регенерации система промоется и войдет в рабочий режим. На экране отобразится количество воды, которое фильтр умягчит до регенерации. С Ватербосс 400 у вас в доме будет только мягкая вода. А это означает, что сантехника всегда будет чистой, бойлер и стиральная машина прослужат долго, а принимать душ будет просто удовольствие.